Очень простой, наверное, самый простой, который есть во всех играх, это любым шаром можно забивать любого шара в любую лыжу. То есть как своего, так и чужого. Ну, в отличие от официальной игры Грам-при городов Евразии, Невской пирамиды, где игра ведётся одним шаром, битком, который отличается от всех остальных цветов, здесь можно играть каким угодно, по какому угодно. Ну и сейчас Александр Поломарь, который именно в американку чувствует себя, наверное, лучше, чем кто-либо другой, сейчас нам всё это покажет, как можно сыгрывать, как, что и куда это можно делать. Ну, можно напомнить правило, по которому ведётся игра на этом турнире в американку. Она называется на этом турнире пирамида. Как бы, это не принципиально, но основной принципиальный, здесь вопрос, это активный разбой. После разбоя, значит, первого удара должно коснуться три шара. Из пирамиды должны коснуться борта. Да, из пирамиды борта, да. Три белых шара должны коснуться борта. Да, плюс к тому отыгрышу здесь два борта, либо борт-перекат, перекат-борт, то есть комбинация, когда после ударения один из шаров касается двух бортов, либо после ударения касается борта и перекатывается середину, либо перекатывается середину и касается борта после ударения. Это вот игрыши. И такой момент, с моей точки зрения, немножко спорный. Это после штрафа соперник берёт со площадки шар и ставит себе на полку. То есть не как обычно на Гран-при Евразии, штраф это с полки. То есть если ты совершил штрафное действие, ты выставляешь шар обратно на стол. Вот здесь же организаторы, по их официальным правилам, после штрафа спортсмен, тот, который не участвовал в игре, не произвёл штраф, может снять любой шар со стола и поставить себе на полку. И естественно дальше продолжать игру. Да, и дальше продолжать игру. Вот такие основные правила этой игры. Ну, сейчас мы видим хороших спортсменов. Патах Маладзе один из лучших сейчас в Грузии игроков. Начало матча всегда очень, скажем, нервное такое. Ну, по регламенту турнира я, наверное, добавлю то, что упустил мой коллега. 32 бильярдиста, как я говорил в самом начале, приехали на первенство Европы. 16 выходят в Олимпийку, но остальные 16 признаются неудачниками. Чемпионаты Европы занимают места с 17 по 32, соответственно. Вот это вот, естественно, пока предварительный этап до двух поражений. Ну, как практически всегда на подобного рода крупных турнирах проходит. Состязания до двух поражений, вот пока ещё ни тот, ни другой не потерпели ни одного поражения. Это первая игра и для Пата, и для Александра. Тот, кто проиграет, идёт в нижнюю сетку. И вот если уже уступит и там, тогда, естественно, покидает турнир. Ну, очевидно совершенно, что Александр Паламарин, наверное, является фаворитом. Данной встречи, да и всего турнира, напомню, что он защищает свой титул. Позиционной борьбы, наверное, мы здесь много с вами не увидим, Павел, я так понимаю. Здесь нужно сносить всё, что стоит. Ну, во-первых, Александру свойственно, в общем-то, не сильно мудрствовать. И, соответственно, если есть возможность решить атакующее действие, он его совершает. Если соперник, скажем так, не будет сильно наказывать и хорошая результативность у Александра будет, значит, скорее всего, за счёт этого и выиграет. Вот видите, атакует близко, но после несыгрывания, в общем-то, ничего, скажем так, простого не становится для его соперника. И, то есть, надо работать, как иногда ещё говорят бильярдисты. Ну, посмотрим, что из этой ситуации, из-за ошибки Александра Паламаря для себя выберет положительного Патах Маладзе. Ну, стоит прямой через весь стол? Ну, через весь стол, как мы отмечали ещё в предыдущих трансляциях, что в «Американку», в общем-то, играть не сильно резонно. Ну, здесь от кучи, видите, придётся ставить высокий мост. Наверное, подойдёт всё-таки. По большому счёту, примерно одинаковые сложности удар, что через кучу, что через весь стол, в общем-то. Ну, несложный удар для игроков. Несложный, но первая партия, она, в общем, всегда напряжённая с точки зрения такой морального состояния. Редко очень в первой партии спортсмены показывают, скажем, максимум своих возможностей. Вот мы видим, Пата выиграл два раза позицию, два раза атаковал, два раза нерезультативно. Ну, вот такой сейчас удар делает, наверное, с оттяжкой. Было плохо видно, но судя по тому, что судья не произвёл никаких действий, значит, удар был правильный, без пропиха, то есть двойного удара. Ну, там шар откатился назад. Ну, иногда то, что шар откатывается, это не есть показатель того, что не было пропиха. На месте есть судья, который, в общем-то, решает, удар был правильный, либо нет. Ну, после такого удара, видите, как позиция сложилась, вот ещё один великолепный удар с накатом, ну, думаю, три шара в этой позиции Александр сыграет. То есть раскрыл позицию тремя, достаточно, скажем так, непростыми ударами, вот, и постепенно её, вот видите, упрощает. Таким образом, скажем, не совсем резонно, но, скажем, может быть, не было смысла так далеко вести шар. Ну, поставил прямо в лузу, почему нет? Ну, в общем, достаточно сложно, надо посмотреть, как, если пара стоит ровно, да, судя по тому, что играет Александр, стоит ровно пара, и забивает восьмой шар. Молодец. Так, до пяти побед, 1-0, Александр Паломарь впереди, но первая партия не показатель, я надеюсь, что придёт в себя и Патах Молодзе, и даст бой именитому сопернику. Вот так вот решил расправиться с этой группой шаров Александр, видите, выставил себе. Всегда через третьего играл, и седьмого, и восьмого сыграл через третьего. Ну, он сам закрыл лузу шаром, и вот сейчас на статистике видно, что особой позиционной борьбы не было. Ну, и хороший процент реализации у Александра Паломаря, соответственно, Патах Молодзе, как бы, был наблюдателем в этой партии. Устала Александр Паломарь. Вторая партия начинается. Александр Паломарь, напомню, выиграл первую со счётом 8-0, положив, по-моему, 7 шаров с кия. Удачный разбой, ну и посмотрим, как. Должен разбираться, по идее, в такой позиции. Вот у Александра. Посмотрите, как. Оттяжка отличная. Оттяжка, да ещё и с каким винтом, с левым винтом играл. Винт, который отбрасывает шар от длинного борта в аккурат вот на ту же самую угловую лузу, куда только что был отправлен чужой шар. Ну вот сейчас. Хотел накатить, видимо, подбить шар, но не удалось. Ну ничего, пока стоит, хоть что-нибудь стоит, значит, для Александра Паломаря есть возможность себя показать. Ну вот по первым партиям и по началу второго можно сказать, что Александр в хорошей форме находится. Очень чётко реализует, быстро и чётко реализует сложившиеся моменты и, в общем-то, не так часто, не результативно атакует. Вот, где-то это третий удар за две партии, в общем-то, для Александра это хороший показатель. В таком режиме у него есть все шансы выиграть эту встречу, ну и даже турнир, если будет играть так. Так, вот показал и Патах Маладзе, что умеет забивать шары. Туда с таким правильным звуком вогнал чужой шар, но вот только выйти как следовательно не получилось. В общем-то, в середину вышел, немножко неудобно играть через шар. Посмотрим. Ну, тут паночка стоит. На оттяжке наверняка попробует сыграть сейчас. Нет. Судивно поприцелировать вперед, да. Хороший удар, прокат. Очень короткий, достаточно сложный удар. Можно было бы на чужого довести, а так только свой. Но, правда, свой с переводом. Как сыграет сварька, может быть, от двух бортов вернуть сюда же, может перекатить от двух бортов сюда же, возвращает. Будет чем добить? Да, но я не думаю, что будет атаковать. Может быть, свой проходит? Свой-то, наверное, проходит, но большое расстояние, видите, прямое в середину. Сейчас с остановкой в подкат. Молодец. Пата показывает, что будет борьба. Борьба, да. Есть подбой. Именно на него нацелился сейчас по большей части игрок. Забить такого своего канона было дело несложным. А вот подбить остатки пирамиды, это значит, что было подробнее. Да, два борта. Такой достаточно сильный удар. И маленькая группа шаров, на мой взгляд, немножко сильно бил пата. Можно было поварьировать скорость сыгрывания шара. Да, хороший удар, сложный технически. Сложный, да. Громко, а видите, свояк практически. Ну, маленькая резка очень. Ну, вот так вот провалил удар в конце. Здорово, здорово. Да, очень хорошая серия, семь шаров. Ну, вот восьмого нужно где-то будет находить. Вот такой свояк. Ну, естественно, зачем играть через все поле, когда стоит? Нет. Не добил чуть-чуть. Ну, поспешил. Сейчас серию хороших чужих дел. Семь шаров ответил. Отмечал, что иногда после перехода с чужого на свой теряется немножко концентрация внимания. Видите, и сложный достаточно свояк был. Не хватило отскока. Чуть-чуть подготовиться. Может быть, на секунду дольше. И, я думаю, сыграл бы этот свояк. Быстрее бы закончилась партия. А сейчас, в общем-то, семь четыре. Практически, можно сказать, что американку это в последнем игра. Любой из соперников может в позиции сыграть четыре шара. Соответственно, надо быть очень внимательным. Хороший позиционный удар сейчас в исполнении грузинского бильярдиста Патых Маладзе. Ну, что, есть какие-то там сумасшедшие свояки. Ну, вот, допустим. О, ну, Александр, видимо, смирился с тем, что в этой партии он уступит и хочет одним ударом. Либо выиграть, либо уже поскорее начать третью. Ну, это, в общем-то, тактика Александра, которая привносит ему положительный результат. Я не думаю, что он будет менять тактику. Ну, вот сейчас Паттер начинает. Можно атаковать, в принципе, да? Стоит в угол. Ну, в общем-то, когда любым-любого играешь, всегда очень большой тактический выбор. Даже если все шары практически на бортах стоят. Любой дуплет можно сыграть, атаковать можно всегда. Другое дело, что не всегда есть смысл. Хотя вот Александр, конечно, опровергает, наверное, мои слова. Что-то вот это ты решил неожиданно почистить ки себе с помощью минеральной воды. Ну, напомню, что в это время очень было жарко в Кишиневе. На улице было под 40. И, в общем-то, достаточно жарко было и в зале. Охладить ки решил? Да, работали только вентиляторы, а кондиционеров не было. Вот. И поэтому, ну, наверное, немножко, как говорят, приплел. Рука потеет. И на кие остается вот такое, как бы, шершавое состояние. Видите, почистил, чтобы скользило. Скользило. Хотя странно, что водой. Атакует. Ну, один из шаров на борт встает практически. Вот второй там, по-моему, можно с фояка им сыграть. Это Ярослав Инокур, партнер. Александр по сборной. Странно, почему не играет с фояка в угол? Играет чужого теперь, да? Да, ну, мы отмечали, что часто бильярдисты играют тот шар, как говорят, которым есть чувство, что он сыграет, который больше тренировали. У Пата мы видели, что где-то большую часть шаров сыграл чужих в этой серии, в семь, в этой партии. Соответственно, это говорит о том, что готов сыграть лучше чужого. Ну, и выбор этот, вот этим и обуславливается. Ну, хотя, на мой взгляд, странно. Вот он выиграл, выиграл позицию, да? Стала позиция не очень удачная, он сыграл чужого зачем-то. И смотрите сразу, как все переворачивается, 7-6. Ну, вы же отмечали, что практически в последнем, что Паламарю забить четыре шара, что Патти Хмала за один. Примерно, сложность примерно одинаковая. Обидная ошибка. Начинаем торопиться, но вот сейчас надо как-то Патти, если хочет выиграть, класть этого фояка и ни о чем не думать. Посмотрел отскок. На это надо было раньше делать, чтобы не доводить до такого. Не, ну, что 7-6, что 7-4, вот сейчас стоит. Нервного состояния. Все на партию стоит, забивай и выигрывай. Нет, не кладет. Нервишки, действительно, не иначе. Ну, это для Александра сейчас такой свояк будет, что все замрут. Подскок? Нет. И дуплет. Дурак не падает. В общем, дурак там тенденция стояла в дуплета. Очень часто в таких вот суйках падает шар дуплетом. Не с руки. Да, ну и не с руки, да, неудобно очень играть. И так через шар. Хотя стоит, конечно, сладко. Ну, близко, да, до ОЗА. Молодец. Справляется. Так, 8-6. Патах Маладзе оставил эту партию за собой и сравнял счет в серии до пяти побед. 1-1. Сейчас пока будет повтор от этого шара, который он с неудобно для себя руки смог сыграть. После чего сразу послушаем мнение президента Федерации Русского Биллиарда Грузии Давида Алексидзе. Сейчас у нас идет омоложение. Возрастное омоложение. Сейчас у нас в финале с нашим многократным чемпионом Грузии Спатай Хмаладзе встречался 14-летний представитель города Рустава Гелабирьяшвили. Он уже участник первой стоимости Европы в своих юниорах в 2006 году. Так у нас и резервы есть, так что будем. Я хочу особенно отметить о том, что появление на телевидении канала «Спорт» очень заинтересован в Грузии. Все смотрят, заражены этим. Почти все те, особенно Биллиардом, и наилучшие отзывы идут о «Спорт» и «Канале». Нам хочется сказать, поблагодарить, что канал «Спорт» о том, что оно очень так преподносит и популяризирует этот хороший вид спорта. Вот вы говорите, пришло достаточно много молодежи. А что с тренерским составом? Как кадры? С тренерским составом сейчас у нас жил в России один из лучших игроков Грузии Ростом Мачаицы, который приехал в Грузию. Мы его назначили главным тренером сборной Грузии. Он уже начал активно подключать молодежь. И я думаю, что у нас есть большие резервы. И молодежь идет, и очень интересная молодежь. Итак, Давид Алексидзе. Во-первых, прежде всего, хочется поблагодарить его за теплые слова в наш адрес. Ну и о состоянии дел в грузинском Биллиарде. Ведь он пообещал, что скоро Грузия всех удивит. В этом смысле, что же нам это будет только интересно посмотреть. Так продолжается матч. 1-1 с 3 до 5 побед. Первый этап чемпионата Европы. Александр Паломай против Патых Маладзе. Если у стола в данный момент Пата, значит, предыдущую партию выиграл он. здесь разбой не серийный. Чем-то недоволен. Видимо, недоволен тем, что не забил. Да, результативность пока два раза он разбивал, и ни разу не сыграл биток. А Александр мы видели, что один раз он подходил, делал первый удар и сыграл сразу. То есть, у него как бы стопроцентная реализация первого удара. Сейчас хорошая позиция у Александра ну, скажем так, на выигрыш этой партии. Позиция достаточно открытая. посмотрим, как он. Безалаберный немножко удар. Тоже свойственно Александру. Ну, бывает, да, можно так сказать. Ну, на мой взгляд, он безалаберный. Не знаю, как в ощущении Александра, потому что мы видели более сложный, допустим, на мой взгляд, вот этот был более сложный удар, чем вот этот. Хотя этот был более важный, потому что, видите, сознательно разбивал остатки пирамиды и вообще делал открытую позицию, в которой, в общем-то, восемь шаров, необходимые для победы в партии, легко очень сыграть. Ну, вот посмотрим, сумеет ли вот этой позиции распорядиться пата. делает накат. Вот, пять шаров, по крайней мере, смотрят в эту лузу и при достаточно четком выполнении каждого удара есть возможность, ну, минимум пять шаров сюда накатить в эту лузу. Ну, а дальше, видимо, и на середине стоит один из шаров. Вот это безалаберно сейчас было исполнено. Ну, давить-то, давится шар. Не, ну, он поднял нормальный его. Думаете, нормальный? Да, полсантиметра от борта и близко к лузу стоит шар. Как раз нарезку вот на эти два шара, которые стояли вдоль борта. С этой точки зрения он правильно переводил. Тем не менее, ситуация требует углубленного изучения. Чем-то на патах молодой занимается. Подходит, смотрит, как. Вот, посмотрим, раскручивает. Возвращает, пытается возвратить шар от трех бортов, но неудачно. Ну, вот тот шар, который зависит над средней лузой. Ну, так и получилось. Пять шаров он забил в эту лузу. Ну, есть продолжение. Шестой, в общем-то, ну, важный сейчас для паты момент. Ваш олег. Да, то есть, важный момент. Надо забивать восемь шаров. Противопоказаний по позиции нету в этом. Тем самым, дать сопернику понять, что будет борьба. Вот, хотя, в общем-то, я думаю, что Александр всегда к борьбе готов. Не сильно реагирует он на игру соперника и играет в свою игру. Хороший удар. Воскок сильный. Молодец, справляется паты. С нервами, что получится, с кияси забьешь сейчас восьмой, да? Да. Нет, с кияси не получится. Не дорезает. Второй раз забивает семь шаров в партии. Предыдущий он забил семь с кияси, и сейчас восьмой никак не получается у него сыграть. Ну, третья партия игроки по семь шаров кладут с кияси. Александр Паломарь в первый, пата во второй, пата же в третий. Пока кто положил семь шаров, тот выигрывал партию. Как будет на сей раз, думаю, что так и будет. Хотя Александр Паломарь из этой позиции легко может. Великолепный удар сейчас. Неудобно было играть Александр. Смотрите, какой дает накат и переводит ближний к себе угловой лузи шар. Сейчас не с руки играть. Хорошее продолжение. Опять перевод. Ну, не с руки, ну, скажем так, уровень игрового мастерства очень, скажем так, подходящий. Уровень рук Александра, что правый, что левый. Опять, видите, справа руки. Ну, сможет накатить, в общем-то, все четыре шара. Двумя шарами если сможет докатить биток нет, пытается перевести, на мой взгляд, немножко поспешное решение. Можно было продолжать в Тулузу еще играть. Сейчас будет придумывать. Нет, атакует. Атакует, естественно, что он делает. и смотрите, перевод-то получается, в общем-то, шар приходит, чуть-чуть не докатывается. Вот здесь я, наверное, зря делал перевод с правой руки. Все-таки сам играю с друг... Ну, противоположный справа и слева и знаю, что если я играю с правой и слевой всегда вот такую оттяжку сложную. Ну, нет смысла делать. Может быть, как-то другое решение было поискать Александра, конечно. 7-5 и 7-6 уже совсем другая. психологически сопернику было, пати, было сложнее обыграть. А так четыре шара на столе. Да, ему один нужно. Александру три, но все равно вы же сами говорили, как в последнем. Тем более, что ведь патах молодцы уже на наших глазах отыгрывается, по-моему, в третий или в четвертый раз за неполную в три партии. Александр Паломарь вот только сейчас пытался отыгрался, по-моему, в этой партии отыгрался. сильно перерезает. Да, можно сыграть Свояка. Чужого играет. Или Свояка? Нет, Свояка играет. Свояка играет и сыгрывает. Молодец, Патах молодцы. Ну что, посмотрим. Александр Паломаря, если разозлить, то конечно, шоу начнется. Пока 2-1 впереди грузинский бильярдист. Напомню, что ни для того, ни для другого катастрофы не будет поражения в этом матче, поскольку есть еще нижняя сетка. Но поверх не всегда проще. Поверх не всегда. Да, просто путь короче. Немного. Немного всего на один раунд, но тем не менее. Посмотрим на статистику. Довольно высокие показатели в графе. процент попадания, но тем не менее, видите, 8 топа смог забить, а Александр ответил только 5-ю. Так, Александр Паломарь у стола по очереди наносить первый удар и снова результативно. Ну, посмотрите, как пирамида не рассыпается практически, да? Сейчас, конечно, может ее подрассыпать сам Александр. Вот мы с вами говорили, что там поторопился, Александр не поторопился, видите, как, в лед же играет. Если сыгрывает, то вроде как так, мимо ушей пропускаем всю торопливость. А если не сыгрывает, сразу видно, ух ты, вот игрушка. Сразу видно, за счет чего ошибка, да? Потому что, ну, уж, ну, совсем не тратит времени на подцеливание. настраивается на игру по-своему, Александр. Мы знаем, что... Такая манера, просто. Да, манера, и частенько он использует такие удары, как бы, чтобы расслабиться, чтобы войти в некое комфортное состояние. Потому что, в общем-то, не все боги играют в бильярд, и, соответственно, каждый из соперников может предоставить какие-то возможности, то есть, ну, не закончить после ошибки сразу ския, там, всегда есть возможность еще разыграть, несколько раз подойти к столу. Соответственно, всегда есть возможность, и чем лучше состояние психологическое, то есть, и физическое, тем проще воспользоваться вот этими возможностями. Что, как бы, Александр нам и показывает. Ух ты! Вот. Нет, упал. Нет, упал. Ну, напомню, что если шар остановился, в УЗИ, ну, до того времени, пока все шары, какой-то из шаров катятся, то есть, ударщина не закончена, не закончена, не ушел катится, потом падает, и, соответственно, это, как бы, считается результативным ударом. То есть, если в случае все шары остановились, и, там, пять секунд, пять секунд, где-то дается на то, что шар упал, судья за этим следит, если шар падает после пяти секунд, он как бы выставляется и не считается результативным. Пата начал свою серию. Серии здесь, наверное, не будет. Ну, вот, если сейчас удачно сыгрывает с ВАИКа, о, толстая, а дурак нет. Ну, такая странная атака, шар близко очень к борту, далеко до ВУЗа, проще было позиционно просто отыграться, чем вот так вот, скажем, на мой взгляд, рисковать и, соответственно, давать сопернику возможность. Нравится мне настрой Александра на игру, очень спокойный он, взвешенный, и видно по удару, скажем так, вот, как бы это сказать, такой эластичный удар у него, без резкости, без дерганностей. Сыгрывает сложного шара, да. Удовольствие понаблюдать, конечно, с Александром, когда он... вот здесь вот, все-таки вот с правой, наверное, поспешил, может быть, чуть-чуть, где-то на полсекунды подготовиться было, повнимательнее, именно в выполнении удара, где на повторе не дорезает. Ну что, хорошая возможность у соперника Александра подтянуться в счете, в партии. В общем-то, для Патты очень важная партия с точки зрения 3-1, хороший психологический будет перевес, если он выиграет эту партию. Ну и в случае 2-2, опять все заново, единственный момент, что игра уже будет совершенно короткой, 3 победы, это достаточно быстро. 5 побед, недлинная дистанция для игроков. Да, ну... Тем более скорость сейчас... Скорость сыгрывания шаров сильно возросла при появлении таких людей, как Александр Паломарь, который может снести со стола партию за примерно минуту-полторы от силы, если все пойдет. Хотя вот мы видим здесь, да, что фактор ошибки, то, о чем всегда твердит мой коллега, он накапливается у Александра 3-4 хороших удара, пятый, как правило, в молоко, причем в несложной позиции. Ну, он чем-то недоволен. Выходом, видимо. Да. Очень сильно ударил. Далеко вышел шар. Биток. Своя в Сургину? А подбой? Отличный удар. Далеко. Очень тихо идет шар, поэтому я не думаю, что какой-то большой бонус от этого изменения позиции получит пада. В общем, все надо играть. И вот большое расстояние до Лозы, я думаю, что нет смысла сейчас атаковать. Отыгрывается? Да, как раз подтянулся все эти 6-4. Скажем так, равная игра получается уже. Александр. И, соответственно, сможет ли переиграть Александр. Ну, что нельзя ему, конечно, ничего давать. И желательно, конечно, наказывать с ошибки. Александр... Ну, такая ошибка, которую... А что, чем, вы понимаете, ошибка? Ну, молодец, молодец пада. Да, в таком ключе он сможет выиграть партию. Ему это очень важно. Видите, как-то неудачно складывается. Сыгрывается один шар, да, сложный. А потом позиция закрывается. То есть прицельный шар после сыгрывания битка подкатился и встал в группу. Достаточно плотно. И вот эта группа маленькая. Сложность в чем, что если сейчас от нее откалывать шары, то возможно изменение позиции таким образом, что встанет атака. Понимаете, да? Очень сложно рассчитать. То есть один трогается, второй куда-то откатывается, и уже возможно сыгрывание. Вот видите, надо так рассчитать, чтобы откалывавшийся шар не вышел на игру. Что и делает патрую, великолепный удар. Думаете, не вышел на игру? Ну, что такое не вышел на игру? На игру вышел это когда удар стоит, скажем, с возможностью сыгрывания процентов 70. Тогда это уже игра. Понятно, что Александр может играть любого шара с процентом реализации процентов 50-60, да? а уже в выборе тактического рисунка только Александр себе позволяет так свободно его сыгрывать. Сейчас, знаете, процент реализации предыдущего удара Александра назывался до железа. Повторя, надеюсь, будет. Пожалуйста, кто мог предположить, в обратную сторону можно было бы сыграть. В принципе, это еще хорошо, что 2 не упало. Могло ведь. Ну, наверное, он и играл по-резке, чтобы 2 упало. Скорее всего, это было, ну, обусловлено тактический выбор этим. Потому что в противоположный угол второй шар было сложно отконтролировать, сыграть. А здесь как раз по-резке стоял таким образом, что в случае сыграния у Чужого и большая вероятность была попадания Битка. Свояка подскочил в лозу. И как бы вся партия могла закончиться одним ударом. На это, наверное, рассчитывал Александр. А вы перед этим похвалили Потух Младзе? На мой взгляд, он очень хорошо сыграл. Да. На вас это Александр Паломарь сыграл. Александр Паломарь чем как бы и дорог, что он всегда заставляет меня усомниться в том, что я говорю. Хорошо, потому что вас никто не заставляет усомниться в тот момент, когда вы молчите. За это и вы дороги нам. Но непонятно по сей пору, кто победит в этой четвертой партии. Как отмечал мой не самый молчаливый коллега, если Пата побеждает, то сейчас был шанс у Паты, но он и не воспользовался. И посмотрите, как... Рисковал, да. Если бы забил, то на Александра Паломаря было бы интересно посмотреть. А так раскатил-то неплохо, но, видите, не сумел положить шар. Ну и после повтора мнение теперь президента Федерации Русского Биллиарда Украины. Юрий Лишенко, его очередь, рассказать нам о том, как там дела с Русским Биллиардом на Украине. Я считаю, мы проводим достаточно много турниров. Турниры практически везде освещаются. Это требования Федерации Биллиардного Спорта Украины с средствами массовой информации, включая телевидение, местными. И мы пытаемся географию турниров распределить по всей Украине. У нас нет... Допустим, если раньше это традиционно была столица, то сегодня нас поддерживают наши украинские производители федерации. И достаточно много очень приличных клубов. Везде работают детские школы, а Биллиард интересен и родителям. Детей приводят с удовольствием везде, практически везде. Работают с ними специалистами. Уже в нескольких высших учебных заведениях, в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске готовят специалистов по Биллиардному. Тренеров имеете? Тренеров, да, по Биллиардному спорту. И практически везде или работают уже очень хорошие спортсмены с детьми, это радует, что ребята уделяют внимание детям, или уже люди, которые где-то 3-4 курса закончили специализации. ну что же, и за будущее украинского, а точнее за будущее русского Биллиарда на Украине нам тоже переживать особо не приходится. Это здорово, поскольку для этого мы с вами и работаем, Павел, чтобы как можно больше людей любило русский Биллиард. под пристальным оком фоторепортеров судья устанавливает пирамиду на место, начинается пятая партия в матче до пяти побед, предварительный этап чемпионат Европы, город Кишинев, у стола пата Хмаладзе и Александр Паламарь. Пятая партия Хмаладзе. Любопытно, прям с точки разбивает, да? Разбивать-то разбивает, но не сыгрывает шар. Третий разбой уже у паты. все три пока в молоко напротив Александра Паламаря два появления у стола. Да, два результативных удара. Перерезает и как идет? Да, грубая ошибка. Ну, давайте посмотрим. Позиция открытая, конечно, надо собирать, разобрать ее. очень хороший шанс для паты. Ну, с чего начать можно, Павел? В общем, как бы через середину надо сыгрывать, возможно, подкатывать в угол. В угол думать будет подкатывать, да? Нет, тяжко. Он просто играет, не упрощает позицию, забивает один шар. Ну, вот, разве что им же можно сыграть в середину, но тоже не лучше, по-моему, резко там стоит. Да, есть и резко, в общем-то, продолжение тоже ни к чему такое не приводящее. только большой накат дать. Да, вот, накат. Что-то раздвигает, но это всего два шара. Да, два шара всего, и позиция опять не упрощается. Ну, в принципе, мы видим, что паты сыгрывает чужих шаров достаточно уверенно, и, соответственно, ну, тут непонятное решение, конечно, лучше посередине было играть, видите, ошибки с левой руки, лёжа, и, в общем-то, и упрощение не получилось позиции, такое-какое-то поспешное решение грузинского бильярдиста. Играл с правой руки просто. Ну, ложился, да, мы отмечаем, очень неудобно играть, как бы, из-под туловища. Да, и, соответственно, соперник сразу в руки этой позиции идёт. Два шара забил, и такая, на мой взгляд, необоснованная была сейчас атака у паты. Ну, вот, у Александра удачный подбой плотно стоящих группой шаров. Вышел в середину шар, счёт сравнялся 2-2. Хороший подкат в угол. Вообще, размер идеальный. Даже без двух бортов, да? Да, перевод от борта с лёгкой оттяжкой в угол опять по диагонали. Да, вот, ну, это уже игра такая, видно, зрячая, чёткая, чего не было вот в начале игры этой партии у патых Маладзе. Уверенно, чётко, немножко, можно сказать, конечно, везёт, потому что при сыгрывании выходит, скажем так, без упрощения сыгрывания позиция становится не очень сложная, но всё равно надо играть. Смотрите, как уверенно сыгрывает Своя Ика через весь стол Александр. Шесть шаров забил с Киэя, седьмой, в общем-то, восьмой просматривается в угол для Александра. Несложный шар, думаю, что сыграет его. Чётко и уверенно, молодец, Александр, очень важную партию выигрывает. Быстро прибирает к рукам её, ещё даже там на девятый шар вышел неплохо в середину. Ну что же, Патах Маладзе, по-моему, сейчас хороший урок получил. Ну вот, пойдёт ли он на пользу ему, это мы посмотрим. Пока статистика. Ну вот, цифры впечатляют, конечно. Несмотря на то, что Патах Маладзе два всего-навсего не забил, ну то есть разбой, неудачная, ошибка, когда он лёг на стол, попытался сыграть, ничего не получилось. И тут Александр Паламарь из засады быстренько его и съел, собственно. Шестая партия начнётся прямо сейчас. И уже впереди Александр Паламарь. И снова, посмотрите, три из трёх. Да, очень высокий процент сыгрывания первого удара, разбоя. Тренировал не иначе. Ну я уже отмечал, что видно подготовлено очень хорошо, очень уверенно чувствует себя. Удар не срывает, ну как, нет резких таких в ударе элементов, которые могут говорить о какой-то неуверенности. Александр, очень хороший настрой у него и хорошая готовность. В общем-то не даёт он усомниться сопернику в своём вот этом превосходстве. Смотрите, грамотно подкатывает, выводит на свояка, сыгрывает разбой пирамиды, упрощение позиции. Я думаю, что мы будем свидетелем партии Ския. То есть разбой и забитие. Пятый шар. В общем, даже думать об упрощении не обязательно, потому что три шара стоят просто по факту, поскольку это всё-таки американка, любым-любовым, здесь три шара стоят, просто даже думать не надо, куда сыгрывать. Здесь оттяжка и свояк, или накат и чужой. То есть вариантов массового. Видите, молодец, Александр. Ну вот, сколько прошло времени с тех пор, как Александр Поломарь подошёл к столу при равном счёте 2-2. Забил 16 подряд ския. Да, потратил на это, наверное, не более пяти минут. Ну да, минут пять две партии выиграл. решающий удар. Ну да, это решающий момент во встрече, я думаю, потому что... О, идеальные цифры у Патых-Маладз в данном конкретном случае. Ну и тоже идеальные цифры у Александра Поломаря. Свой-чужой 2-6. Американки игра чужих прежде всего. Ну и главное, что повёл 4-2. Седьмая партия с Маладзе. Давайте понаблюдаем мы, как Патых-Маладзе начнёт седьмую партию, начнёт впрочем так же, как и первую, как и третью, как и пятую. Не результативно. ударом с руки. Итак, эта партия может стать последней, поскольку до пяти побед очень быстро Патта проиграл две партии. Сейчас что-то мне кажется, что... Очень быстро может проиграть третью, потому что третью подряд проиграет. Очень хорошо играет Александр. уверенно сыгрывает три шара. Здесь продолжение с кучей можно накатить, можно попробовать разбить по резке, забив чужого. Думаю, будет разбивать. Да, но разбитие не очень удачное. Видите, как попадает... В общем, не посмотрел, куда точно, но и сложно было рассчитать, куда точно попасть. Хотя вот есть продолжение свояка, обидно, поспешил, на мой взгляд, поспешил. Бывает такой момент психологический, когда играешь в разбой, немножко не складывается позиция, и уже при игре достаточно простого шара вот эта расконцентрация и дает вот такой результат, какой мы сейчас видим у Александра, попадает чуть-чуть толсто. Просто чуть-чуть, секунды невнимательности. Секунду потратить, и совсем другой результат был бы. Ну что, есть шанс. Упаты. Здорово. Но только нужно выходить. И выходить как можно лучше. Да, вот это обидная ошибка. И вот, судя по тому, как подкатывается шар, может быть фактальней и в этой партии соответственной во встречу. Есть возможность сыгрывания шаряка. Шар так в губках угловой лузы потрепыхался. А шаряка-то в отскок, да, без варианта? Да, и есть опять им же продолжение опять шаряка сыгрывает великолепно. Александр. Проводка шара облизал буквально. Да, облизал, но вот видите, тут отбивается чуть шары. Ну ничего так легко-то там... Ничего легкого, но с руки, видите, с руки играть Александру. Видите, и подкат. Ну, конечно, феноменально. По-моему, все, да. феноменально. это партия, конечно, сложно, но сейчас вот опасный удар, но очень легко сыгрывает. Молодец, Александр. Все, поймал игру, поймал соперника, буквально на какой-то, не знаю, секундной расслабленности, может быть, кто же мог предположить, что в пятой партии какая-то одна ошибка решит все, судьбу всего этого поединка. Так, Александр Паломарь, вот нарезка, видимо, из последних его забитых шаров в этой партии в матче, вот последний шар.